Сложно нам было сегодня играть в этих условиях климатических. Понятно, что две команды в равных условиях, но сложность в чем заключалась? В том, что мы с большими переключениями добирались сюда, до Хабаровска. У нас накануне команда была распущена по домам после тренировки. И готовились утром. В 11.30 у нас вылет должен быть сюда, в Хабаровск. В 10 часов вечера нам сообщили, что рейс отменен. И в срочном порядке стали искать варианты, как доехать. Нам все с приключениями добрались мы до Москвы. Прилетели все. И это в какой-то степени на игре в первом тайме сказалось. Очень долго мы входили в игру. Очень много было невынужденного брака. С учетом того, что искусственное поле, специфика определенная. И раскачивались долго. И, собственно, игол получили из-за наших позиционных ошибок. Если брать объективно, то в первом тайме Хабаровск еще мог забить. И в первом тайме, и во втором. Если брать по количеству созданных моментов у наших ворот, то ближе к победе была команда СКА. Это нужно признать объективно. Внешне вроде бы выглядело, что мы владели мячом, контролировали мяч. Но для таких серьезных угроз команде СКА мы не создавали только стандартное положение. Мы, собственно, его повали на это и с этого игол забили. Благодарен ребятам, что выдержали. Выдержали все. Очень сложно после дождя. На искусственном поле. Жалуются все. Потертостей очень много. Ноги от крошки, от поля искусственного. Горят. Влажность высокая. Поэтому очень благодарен, что выдержали до конца. Выстояли все. И так, все-таки я считаю, что Хабаровск был ближе к победе, чем мы. Сегодня в атакующих действиях, особенно в первом тайме, да и во втором тайме тоже. Просто в первом тайме на постоянной основе мы создавали опасные моменты и голевые у ворот соперника. Но я считаю, что мы полностью переиграли соперника и мы действительно не меньше времени посвятили изучению факела, не меньше, чем Кубани. Как говорится, разобрали по полочкам, но в этот раз не повезло с реализацией. И в раздевалке, честно говоря, если быть объективным, мне, конечно, хотелось шуметь, но претензии предъявить команде, которая создала столько голевых моментов, которая родила столько комбинаций на третьего, стенки, забегания, вбегания. И все это не просто взаимодействие ради взаимодействий, а с доставкой мяча на ударную позицию, с завершающим ударом. Да, безусловно, постоянно так комбинировать против такого соперника просто нереально. Но сегодня было несколько эпизодов, где мы смотрелись очень прилично. И в плане, то есть у нас в атакующих действиях присутствовало творчество. Это очень важно. И агрессия была, и творчество было. И было только завершение. Потому как не хочется, не хочу я, чтобы у ребят там что-то складывалось, там какой-то комплекс какой-то. Зачем смысл называть игроков и ситуации, из которых не забивались вернейшие голы. Но я думаю, мы, как обычно, уже в первом тайме должны были решить исход матча. Второй тайм, немножко мы перестроили игру, решили ее упростить, ввиду того, что на самом деле оборона факела вскрывалась как никогда легко. Наверное, это было связано с тем, что добирались они к нам, как говорится, с приключениями. Но мы просто сделали выводы после первого тайма, что защитники факела очень медленно реагируют на проникающие передачи низом или верхом за спиной центральным защитникам. И между центральными защитниками и крайними. И, собственно говоря, как бы упростили игру. Но опять же создали много моментов, но не реализовали. У соперника были подходы. Команда очень самобытная, очень интересная. Именно когда, как говорится, она в форме, особенно в домашних матчах, показывает такой куражный в атаке, фееричный футбол. Но я думаю, что здесь в большей степени мы завязали, скажем так, атакующий порыв соперника. И мало что дали ему создать. В целом, я думаю, что для нас это однозначно потери очередных двух очков. Алексей Владимирович, что скажет, что за витамином бюро на шейфе? Многие карты. Частин связано, что Кобялка и Корян играют в неполную карту. То есть, 30-40 максимум тайм. Они физически не готовы? Ну, Корян, это... Кобялка, ты в курсе, что после травмы только? Он еще не восстановился до концерта? Ну, естественно, чтобы восстановиться, нужно время. И нужно у него еще неделю назад, неделю, да, где-то около того, еще связка вызывала болевые ощущения на голеностопе. То есть, однозначно он еще форму не набрал. Вот. А что касается Коряна, ну, у Коряна, я думаю, непростой этап был вообще в карьере. Вот такой простой. Четыре, по-моему, месяца у него было простое, да. Ему непросто ритм игровой набрать. И есть индивидуальные особенности у него, о которых я не хочу разглашать. Ну, я скажу так, я скажу так, как температура спадет, жара, вы увидите совсем другого Коряна. Ну, у каждого игрока свой организм. Алексей Иванович, что скажете возле этого оборота? Ну, чистейшее недоразумение. Вчера на тренировке в безобидной ситуации один из наших защитников случайно, абсолютно случайно, нанес травму криворучка. Саша Криворучка мужественный парень, конечно. Вот, но он решил играть с этой травмой. Вот, но... И, в принципе, сыграл игру уверенно. Даже взять любые другие эпизоды, выходы и так далее. Но конкретно в этом эпизоде вот какой-то рефлекс у него сработал. Вот то, что он повредил пальцы себе, да. И было видно, что, ну, просто как бы на рефлексе руку отодвинул. То есть, ну, не было бы этого гола в любой другой простой ситуации. Это гол курьезный, скажем так. Ну, вы меня сами спросили об этом. Я об этом же не говорю, когда анализировал игру. Я же об этом даже не упоминал. Что Криворучка играл с травмой. И гол, который нам забили, был, собственно говоря... Несчастный случай. Продолжение следует...